Сборка велосипеда, нового детского и нулевое техническое отложивание. Зачем оно нужно? И почему лучше, чтобы собирал велосипед мастер? Значит, первое. Во-первых, надо все это распаковать, снять всю упаковочную бумагу и затем мы начинаем проверять все винты. То есть, закрученность вот здесь вот. Тут вытереть смазку, потому что смазка была. Накрутить все винты, закрутить все винты, настроить тормоза, настроить переключатели. Спереди точно так же. Настроить тормоз, проверить, ну, снять колеса, посмотреть, насколько хорошо или плохо законтрогайны оси, вообще, как все это собрано. Здесь все собрать. Вот с завода вынос идет вот таким вот образом, он повернут вниз. Не знаю, может быть, ребенку будет так удобно, он примерит сначала, а потом можно будет этот вынос перевернуть. То есть, у нас велосипед идет очень маленькой ростовки, одиннадцатый, но по большому счету на нем ребенок может ездить и там как на тринадцатой ростовки. Дальше у нас идут упаковки с крыльями в комплекте, то есть тоже это надо все будет установить. И у нас идут еще тут кедали и катафотики. Это все тоже желательно устанавливать с самого начала. Соответственно, сборка велосипеда включает в себя его распаковку и проверку всех гаек, всех осей на втулках, что все нормально работает. И потом дополнительно еще делается настройка. Здесь у нас настройка двух тормозов и одного переключателя, то есть три позиции. Еще обратите внимание, видите, как рубашка идет. Вот здесь вот она очень хорошо заходит, плавненько. А вот здесь вот такой вот ненужный изгиб. Соответственно, в этом месте тросик будет вот тут тереться, вот тут тереться, вот тут тереться. То есть три точки, скажем так, трения тросика. Поэтому эту рубашку надо укоротить там на 2 на 3 сантиметра, чтобы рубашка прошла ровно. И ничего тросику не мешало скользить в этой рубашке. То же самое сейчас посмотрим с этой стороны. Вот видите, здесь вот рубашка, вот так вот она идет. Тоже ее тут буквально сантиметры укоротить, она будет идти ровно. Тросик внутри рубашки не будет тереться и будет тросику комфортно. Так же и здесь. То есть видно, да, что вот этот вот тросик, вот он вот так вот сюда, он будет перетирать раму, и он будет здесь вот натирать. Лучше его с этой стороны завести. То есть вот это вот все входит в нулевое техобслуживание и сборку велосипеда. Лучше, чтобы это делал человек, который в этом немножко хотя бы разбирается, а не продавец в магазине. Особенно в каком-нибудь таком сетевом большом. Нулевое обслуживание переднего колеса. Значит, сначала откручивается диск, контрагаются вот эти вот гайки. Потом переворачивается колесо, убирается полностью люфт, чтобы не было люфта, и колесо при этом хорошо крутилось. Контрагаются эти гайки. Крутятся, крутятся в руках, и вся лишняя смазка, которая с завода там идет, которая там дофига, вытирается. Вот смотрите, вот столько лишней смазки. Тряпочка была чистенькая. Столько лишней смазки было внутри этой втулки. Это все выдавило, это надо все вытереть, потому что иначе будет пыль, грязь прилипать. Потом ставится диск. Изначально с завода вот эти винты, они не сильно протянуты. То есть можно их сразу протянуть, но тогда неудобно вот эту гайку контрагайть. Ставится диск, протягиваются все вот эти гайки. Все это вытирается насухо, чтобы не было ничего тут, никакой грязи, пыли. Дальше колесо. Обычно с завода оно где-то одну атмосферу накачано. Поскольку это детское колесо, надо хотя бы атмосферы две накачать, чтобы оно почти не пружинило, чтобы было хорошо накачано. И все. То есть вот это техобслуживание переднего колеса занимает на минут 15. Но оно очень необходимо, потому что с завода втулки перетянуты и очень много смазки. Двое обслуживание заднего колеса. То есть тоже с завода, опять же, смотрим. Вообще еле-еле очень плохо крутится. То есть нужно снять диск. Нужно снять трещотку или кассету. С таким вот съемничком специальным. Сейчас я это откручу. Законтрогать гайки здесь нормально. Законтрогать гайки здесь нормально, чтобы не было люфта и при этом она хорошо крутилась втулка. Почистить от лишней смазки, потому что сейчас вот я покажу. Видите, там сколько смазки торчит. Это все будет забито песком, все будет забито грязью. После этого поставить диск. Протянуть хорошо, потому что сейчас они не затянуты. Сейчас еще на полоборота можно их спокойно протянуть. И накачать колесо. По времени это опять минут, наверное, 15-20 займет. Это вот нулевое техническое обслуживание нового заднего колеса. После установки переборки, точнее колес новых, снимаем велосипед. Ставим его на землю. Переключатель у нас сейчас откручен, потому что так легче поставить заднее колесо. И нам сейчас надо будет поправить петух. И надевать подножку тоже неудобно на весу, поэтому сейчас поставим велосипед на землю. Обопрем его очень сильно туда вниз, чтобы оси зашли в дропауты, так как они должны зайти. И только после этого закрутим колеса. Поставим подножку. Поправим петух. Проверим, по крайней мере, насколько он ровный, насколько он прямой, потому что в коробке и на заводе его могли погнуть. После этого будем настраивать переключатель. Так, установили колеса. Все протянули. Настроили передний тормоз. Теперь ничего не чиркают. Но при этом тормозит отлично. Дальше. Теперь вот так вот выглядит задняя рубашка. Видите, как все ровненько, аккуратненько, нет никакого изгиба. Нам нужно было отрезать всего буквально полтора сантиметра тросика. Ну и поставить, соответственно, новый наконечник. Дальше. Старый наконечник тросика, он вот такой вот. То есть такого вот из фольги. И поставим нормальный, хороший, толстый алюминиевый наконечник, который дольше прослужит. Такой вот он потолще. И настрою сейчас задние тормоза, чтобы тоже ничего не чиркало. Потому что с завода вот это вот все вот так вот чиркает. После этого я поправлю петух, если он кривой, и настрою задний переключатель. И, соответственно, тоже посмотрю, что там с рубашкой. Как она изгибается, как она идет. Потому что то, что она идет вот здесь вот. С этой стороны меня не устраивает. Так не должно быть. Оно здесь изгибается, оно здесь трется. Это неправильно. Это некрасиво, это неудобно, и это дурняет ход переключателя. После того, как я настрою задний переключатель, ну, я поправлю вот эту гайку за контрагай нормально. Протяну гайки на шунтунах. То есть все должно тоже ходить хорошо. Поставлю педали, подтяну винтики, потому что они тоже были не закручены. И после этого я протру рулевую от масла. Поставлю велосипед уже на землю. И поправлю руль относительно переднего колеса, чтобы он стоял ровно. Протяну вот эти гайки. Протяну рулевую. Вынос я пока переворачивать не буду. Завод он шел вот таким вот образом, направленный вниз. И руль тоже, видите, немножко под изгибом. Это когда ребенок уже сядет на велосипед. Можно будет и руль повернуть вверх-вниз. И вынос переставить. Потому что сейчас он смотрит вниз. Так он будет смотреть вверх. То есть руль поднимется вот настолько. Синеметров на 10, наверное, даже. Пока я не знаю, какого роста ребенок. Поэтому вынос пока будет таять в нижнем положении. Может быть, ему вот так будет удобнее. Так, немножко про правку петуха. Сейчас я буду показывать, потому что в камеру не все попадает. Смотрите, я ставлю вот эту штучку в верхнее положение. Прижимаю вплотную к ободу. Наверное, сколько это видно. Здесь есть резиночка. Сейчас я вам поближе покажу. Это резиночка. Она сейчас вплотную прижалась вот сюда. А вот эта часть вплотную прижалась к ободу. Теперь я перевожу в нижнее положение. Точно так же прижимаю вот эту металлическую штучку вплотную к ободу. И смотрю на резиночку. Резиночка у меня, видите, на 5 миллиметров отступает. Мне нужно чуть-чуть петух поправить таким образом, чтобы в обоих положениях сначала снизу чуть-чуть сдвигаю резинку сюда, перемещаю наверх, проверяю. Вот, все совпадает. То есть петух надо было отогнуть буквально на полмиллиметра. Но на всем ободе это было миллиметров 5. И таким образом петух будет стоять ровно относительно колеса. И переключатель в этом месте будет стоять ровно параллельно относительно звезд. То есть очень важный момент при правке любого переключателя при настройке. Потому что если переключатель будет стоять немножко вот так, под углом, как угодно наклонен, то он будет хуже переключать цепь и скорости, соответственно. Далее я начинаю примерять это же расстояние между вот этими частями. То есть если у нас сверху все хорошо, линия прям идеально ровная, ну все хорошо, все плотно прилегает. Когда я прикладываю вот сюда вот, видно, да, что здесь резинка прижалась, здесь еще большой зазор. Если я переношу вот сюда вот, пытаюсь прижать, здесь остается целый сантиметр. То есть мне надо сейчас петух чуть-чуть отогнуть. Совсем чуть-чуть. И прижимать вот эту резиночку, чтобы она плотно встала. Вот так вот примерно. Проверяем теперь здесь. И так проверяю в каждой точке, чтобы во всех точках все хорошо. То есть есть такая-то небольшая совсем погрешность. Но в целом петух выправлен. Вот еще чуть-чуть можно. Проверяем все время затяжку, чтобы все хорошо затянуты. Проверяем все остальные точки. Он имеет свойство немножечко гулять. Так вот это по времени, ну, может быть, 5 минут, может быть, минут 15 занимает, чтобы все это поправить. Нужно добиться идеального соотношения всех сторон относительно петуха. Соответственно, предварительно мы сначала подтянули вот этот двинк. Все закрутили, все проверили, поправили петух. Теперь уже после этого можем установить переключатель. Такой здесь маленький переключатель. Правильное положение. Наверное, придется здесь вот тоже укорачивать. Здесь вот слишком большая петля. Здесь вот надо переместить. И, возможно, вот этот вот тоже буквально там на сантиметр укоротить. Сейчас этим всем я и займусь. После удаления конечника вот так вот распушена обмотка. То есть сейчас мне надо будет сантиметр отключить у тросика, потом надеть нормальный наконечник. После того, как я вот это вот все лишнее, видно, да, сколько здесь лишнего, миллиметров 5, укорочу, линия будет прямая и тросик будет ходить намного лучше. То же самое впереди. Здесь вот сейчас вот так вот рубашка идет. Это неправильно. Рубашка должна заходить с той стороны и сюда упираться без какого-либо такого резкого изгиба, чтобы рама не терла, чтобы не появились потом царапины на раме. И в самом конце, после того, как я отрегулирую все вот эти вот переключатели, все настрою, чтобы все работало идеально, я вытру цепь. Цепь должна быть снаружи сухая. То есть вся смазка должна находиться внутри. пинов. Сейчас она вот в таком вот состоянии, и если ребенок будет кататься, то пыль буквально за день всю эту цепь облепит, и она начнет хрустеть. Это неправильно. Цепь должна быть сухая снаружи, а внутри должна быть она смазана. Фокусируйся. Так вот выглядит заводской срез рубашки. Он неаккуратный. И вот здесь вот видите, какие-то волосинки металлические торчат внутрь. А вот так вот выглядит цвет рубашки, который делаю я. Ровный, аккуратный, и внутрь ничего не торчит. Все развальцовано. То есть вот это вот место не будет царапать тросик. Плохо видно, к сожалению, плохо камера фокусирует. Но видно, что здесь отверстие аккуратное, а здесь вот оно вот какое-то такое не особо аккуратное. Соответственно, рубашку желательно подрезать с обеих сторон. Велосипед полностью собран. Каждый винтик, каждая гаечка все протянуто. Все настроено, все отрегулировано. Единственное, что вынос пока я оставил в таком вот нижнем положении, потому что неизвестен рост ребенка, как ему будет удобно ездить. Такие вот простенькие крылышки. Все готово. По времени сейчас скажу. Начал я в 2.30, а сейчас у нас полпятого. То есть два часа ушло на то, чтобы полностью его собрать, настроить, отрегулировать. Столько вот по времени примерно занимает вся настройка. Из косяков вот эта вот штучка очень тонкая была. Я когда дотягивал, она просто лопнула. Поэтому пришлось поставить другую.